Первая банка офигенная, бодрит, вторая тоже, третья тоже, а дальше бодрость уже не идет так сильно, и тебе хочется больше энергетиков с каждым разом, и наступает, как вы могли уже понять, зависимость. В 2018-м этот ютубер провел эксперимент. 7 дней пил энергетики. В начале видео признался, будучи студентом, подсел на такие напитки, бросил из-за состояния здоровья, и сейчас уже не готов его тратить ради эфемерной бодрости. О том, что энергетики не приносят пользы, на этой неделе заговорили и в краевом парламенте. Мне кажется, что это идет абсолютно в одной плоскости с законом о снюсах, которые, когда также продавались в магазинах, мы с вами получали летальные исходы. В 2009-м российская студентка умерла, по версии следствия, от передозировки энергетиков. Активно их пить в нашей стране, судя по статистике, стали с 2014 года. В 2018-м в России запретили продажу энергетиков с содержанием алкоголя. А сейчас алтайские депутаты предлагают и вовсе ограничить продажу этих напитков несовершеннолетним. Слишком вреден состав, особенно кофеин, с учетом его нездоровой концентрации в одной банке, при том, что одной дети редко ограничиваются. 150 это для взрослых, для детей 2,5 миллиграмма. То есть вот эту баночку ребенку пить, естественно, нельзя. Доза должна быть в 2-3 раза ниже. Зерна кофе все-таки это растительная продукция и можно дозировать употребление. Здесь же мы говорим о синтетическом кофеине. Дозы этого синтетического кофеина в этих замечательных красивых баночках каковы? Где контроль, где сертификация? Сегодня выпуск безалкогольных тонизирующих напитков, он четко регламентирован, он четко контролируется. Здесь, наверное, стоит зайти, пообсуждать эту тему о превышении, о чрезмерном употреблении. Но вот так вот голословно подойти давайте запретим, но мы и так много чего запрещаем. По данным медиков, злоупотребление энергетиками выводят из строя сердца, сосуды, нервы, желудок. Такие гурманы, как правило, пациенты нескольких врачей. С этим депутаты не спорят, но есть одно «но». Им запретили продавать «рэдболы». Они стали нюхать краски. Им запретили продавать краски. Они стали нюхать растворитель. Им запретили продавать растворитель. Потом они начали нюхать бензин. Я вообще перевел в другую плоскость этот законопроект. А что происходит с нашими детьми, с нашей молодежью? Что она ищет, ну совершенно, ну я не знаю, подобрать цензурное слово, да, какие-то способы непонятные ухода от этой действительности. Выпил много энергетиков. И у меня начало ноги в судороге сводить. И после этого я как бы меньше стал их пить. А сколько ты выпил баночек? Банок семь. За раз. А сколько много? Ну я сидел в компьютерном клубе. Много? Вот. Артем здесь месяц. Охотно рассказывает, чем занимается, какие книги читает. Я попал вообще сюда не из-за этого. Но я просто в школу не ходил. Его случай может показаться не таким запущенным, если учесть, что многие дети попадают сюда из-за более серьезной зависимости. Алкоголя или наркотиков. А начинали они с пива или с энергетиков. Здесь пациенты проводят от полугода до года. Процесс не быстрый, но никто и не торопится. В диспансере говорят, детям тут нравится. Потому что специалисты интересуются их жизнью, в отличие от мамы и папы. Они объясняют это, что они заняты на работе, либо виноваты школа, общественность или еще что-то. Но они никогда не признают свою ошибку в том, что они не интересуются ребенком, не выполняют свои родительские обязанности, не учат их тому, чему сами умеют. И получается, может быть, потому что они сами не умеют. Вот данный запрет, он в первую очередь ставит вопрос перед детьми. Это нельзя почему? И родители должны детям объяснить, почему это нельзя. То есть мы фактически данным законопроектом понуждаем к диалогу взрослых и детей. И хотя депутаты большинством голосов приняли проект в первом чтении, единой позиции насчет будущего закона пока нет. Этот вопрос они намерены обсуждать широко и с привлечением родителей, чтобы получить ответ, от чего именно все-таки нужно спасать детей.